Продолжаем программу. Гостиницу «Думан» в Астане выставят на аукцион. Оказалось, что объект является одним из возвращенных государству как незаконно приобретенный актив. В этом списке числятся также недвижимость, земли и ювелирные изделия. Некоторые из украшений оцениваются более чем в 200 миллионов тенге. Что сейчас с этими активами и как ими планируют распорядиться, выясняла Актана Сабер. Компанию по управлению возвращенными активами создали в феврале этого года. За это время туда передали более 200 активов на 70 миллиардов тенге. Почти половина из них – ювелирные изделия. Например, вот эти часы с фигурками на циферблате из 18-каратного золота оценили в 214 миллионов тенге. Эти две пары с рубинами, сапфирами и белым золотом стоят почти 60 миллионов тенге. Но это далеко не самые крупные незаконные покупки. Возвращенным активом является и гостиничный комплекс «Думан». Гостиница «Думан» была принята нами на баланс с оценкой больше 14 миллиардов тенге. По этой стоимости мы выставили его через портал Ехазна на аукцион. Но, к сожалению, участников у нас не было. Соответственно, для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность гостиницы, а там 150 рабочих мест, ну, соответственно, большой комплекс, который нужно содержать, мы взяли под управление эту гостиницу самостоятельно. Все эти незаконно приобретенные активы проходят по уголовным делам. Затем они выставляются на торги. Уже состоялось 36 аукционов. Гостиницу «Думан» снова попробуют продать с молотка после того, как повысят ее привлекательность как бизнес-объекта. А пока от управления этим бизнесом в специальный государственный фонд компания перевела уже 20 миллионов дивидендов. А всего же на аукционах удалось реализовать конфиската на сумму более 6 миллиардов тенге. Один из таких успешных наших кейсов – это реализация земельного участка на Урзбайском районе города Алматы, где мы 3,5 гектара начали, стартанули на аукционе продавать за 175 миллионов тенге. В итоге торгов между тремя участниками, этот земельный участок был продан за 680 миллионов тенге. Это в 3,5 раза дороже стартовой цены. Специалисты отмечают, каждая покупка на аукционе – это вклад в развитие страны. Потому что деньги поступают напрямую в спецфонд, откуда их направляют на реализацию проектов. А некоторые объекты напрямую передают в пользование казахстанцев. С начала текущего года антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 миллиардов тенге. Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны Олигополии, народу Казахстана возвращено 1,09 триллионов тенге. В столице три особняка стоимостью 5 миллиардов тенге, переданы в КГУ кабинет психолога педагогической коррекции Акимата города Астаны для детей с инвалидностью. Более 150 миллиардов тенге в виде денег, ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей возвращены в Казахстан из-за границы. А именно из Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран.